как говорится новости слушаем новости решаем двигаемся и строим скажем так планы чтобы у нас они все осуществились поэтому что новостей много вот я вам сегодня их поведаю меня зовут олег тарасов я являюсь партнером компании инвестором региональным спикером и в очередной раз что мы уже сами все запомнили и действительно это так и есть что анатолий эдуардович решает колоссальную проблему предлагая данный транспорт струнный транспорт венецкого миру что транспорт действительно должен быть решением широкого круга проблема них источником и это очень тяжело продвигается но я думаю что сейчас будут большие изменения вообще в мире творится очень много скажем так перемен происходит до творится даже невообразимо недавно один скажем так человек сказал что за 20 лет совершил столько что некоторые поколения и тысячу лет не видели вот поэтому наверное это так и происходит и я думаю особенно вот новые страны страны африки конечно же зачем же им строить в пустынях вот эти вот насыпи железнодорожные когда струны транспорт юницкого предлагает эстакадное решение про прокладки данных дорог поэтому я думаю что нас ждут великие дела и кто со мной согласен поставьте пожалуйста десяточки вот но мы продолжаем да значит наш транспорт действительно безопасен доступен адаптивен экологичен энергии эффективен и в продолжении того что говорят вот приезжали вот ничего не делается все делается и очень много делается и недавно я своему одному оппоненту сейчас сказал тоже в фейсбуке он говорит ну вы знаете что недавно проходила конференция ну вот в эти в эти выходные да по космосу год какие проблемы в космосе если еще на земле решается я говорю ну типа вот ну и на что я ответил что решаются очень много идет активных переговоров просто не все этих переговоров участвуют вот поэтому знаете что все движется и каждый человек активны на своем месте делает очень много но конечно же о каждом шаге говорить не стоит потому что люди ждут инвесторы и вообще люди ждут конкретных результатов они вот этих промежуточных каких-то там стать и поэтому работа ведется огромная ну вот одна из таких работ точнее алла верды можно сказать вы помните что уже были очень серьезные подвижки в индии но потом определенные силы скажем так негативные сыграли роль да и проект на какое-то время вот закрылся в индии там не скажем так не будем сейчас углубляться в те проблемы кто старенький то знает но вот сейчас видите уже вернулась в возвращение происходит и действительно индия вы знаете мы сколько уже раз показывали как индусы ездят на вот этих вот поездах там сидят на крышах я даже не знаю там сидят да вот это очень опасно это очень скажем так у нас это для нашей страны или вообще для европейцев это вообще нонсенс какой-то да когда люди сидят где только как могут уцепиться вот и конечно же вот я сейчас когда еще встречался с алексеем суходоевым действительно тоже сказал что вы знаете что очень серьезные конечно вот такие могут быть адресный проект могут может быть возникнуть вот в индии потому что очень серьезные люди приезжают и так далее почему потому что эта проблема надо необходимо решать и вы знаете что сейчас индия опять таки она выходит на новый экономический виток и дороги это как действительно кровеносная система страны а страна не маленькая страна огромная и конечно же не справляется транспорт но никак там не касается что касается грузовых перевозок и перевозок человеческого человек людей человеческого ресурса поэтому вот министр значит дорожного транспорта автомобильных дорог индии вот прибыл значит в центр юскаев шарджа вот и провел для него привели огромную презентацию вот видите олег зарецкий в очень такой строгой да такое действительно в строгом костюме в красивом вот он действительно давал интервью выдавал и презентацию и все рассказал как говорится как всегда все профессионально четко и министр был действительно довольны ну конечно же они проехались на юнибусе который сейчас есть вот действительно убеждены что это система надземных струнных рельсов вот используется минимум земли это тоже очень важно да вот то есть меньше надо скажем так прилагать усилий чтобы провести эту дорогу и смотрите с каким интересом данный министр смотрит на юни флеш я вот так почему-то задумался что именно его впечатлило потому что министр так как ему нужно много передвигаться с одной с одного города в другой там из одной точки страны в другую точку страны может быть еще и другие там регионы и он уже мне кажется смотрит с таким интересом как вот иногда люди смотрят на дорогие иномарки потому что они представляют что они мне будут есть я понимаю так что наверное вот эти юни флеши они действительно будут использоваться первое время как скажем так для vip person которым надо срочными как президентом министром передвигаться с одной точку в другую молниеносно во первых это безопасно это скажем так будет можно сразу проложить такие дороги как как говорится вот так между основными городами до такими большими и вот поэтому мне кажется такой интерес и возник у данного министра потому что он мне кажется уже лично лично себя представил в таком юни флеши который несет его со скоростью 500 километров в час вот поэтому такой вот интерес но много хороших слов было сказано но вот он даже написал в книге на счет и почетных гостей что это новая инновационная технология очень скоро пригодится такой стране как индия это очень экономичная и безопасная технология с наилучшими пожеланиями мистера шри нитин ганкари вот такие вот дела действительно я тоже слышал это в неформальном беседе что действительно произвело очень делегация была не только виде места он был с огромной делегации тем более что его принимали и местные индийские бизнесмены которые сейчас же находятся в эмиратах то есть его пригласили поэтому был очень и очень серьезный там скажем так переговорный процесс вот но это одна из новостей значит далее мы с вами говорим о том что действительно сейчас было много поводков вот сейчас вот скажем так было весной было осенью и вышла большая статья о том что жители городов которые действительно раз расположены на разных берегах одной реки постоянно сталкиваются с затоплениями и мосты вот был проведен такой скажем так обзор что действительно находится в аварийном состоянии очень многие юни и юни и юни ст предлагает альтернативное решение для данных для данных дорог ну вот такую картинку нашел что действительно вот кирпич который где-то там в одном из таких районов когда река разливается вот видите такой вот интересный знак поставить кирпич проект про проезд закрыт да согласно транспортной стратегии 2030 года утвержденный в россии еще в 2008 году из-за отсутствия дорог с твердым покрытием находится 10 процентов населения это около 15 миллионов человек россии то есть и весной и осенью они сталкиваются с тем что сталкиваются с тем что находится отрезанными от транспортных коммуникаций свыше 30 процентов дорог эксплуатируются в режиме перегрузки и нет асфальтированных дорог более чем к 40 населенных тысячам населенных пунктов представляете вот такие плачевные скажем так скажем так события которые вот мы видим постоянно происходит затопление но само по себе что нету ни асфальта не хватает ни мостов и вот видите аж 15 миллионов человек в россии то есть у нас получается в полтора раза больше чем белоруссии то есть в этом плане несмотря на то что он вот скажем так вот в эти выходные просто буря бушевала мы с алексеем видели и песчаную бурю игра шел и ветер просто ураганы такого я давно не припомню чтобы такое было да то это солнце то то снег то дождь это град вот но в принципе видите наши до деревья там где-то выламывала вот но в целом вот это все таки у нас положение но порядок выше лучше и и красивее скажем так в целом да ну вот такие вот проблемы есть в россии и они очень долго мешают видеть 2008 году решили и так далее вот меня вот эта картинка порадовала потому что написано что в россии протекает почти 3 миллиона рет а при этом каждый девятый мост стране деревян но я почему-то представил мост деревян такой как-то основательный но когда увидел эту картинку я понял что это тоже называется моста да вот и понимать понимаете если я бы сказал что это где-то там в индии или там где-то в бангладеша это как-то ну нормально да то у нас видите оказывается в россии еще и такие вот чудо видите водители не знаю там не супер супермены можно сказать такие да которые на такой скорости вот проносятся и рискуют и жизнью и автомобилем и вообще ну вот видите это тоже можно сказать деревянный мост поэтому вот тоже можно сказать так вот каждый девятый мост деревянный но именно если такой так это вообще кошмар вот и согласно значит официальный пока еще не собрана официальная статистика но и явно не хватает вообще мостовых переходов даже мостовых даже просто перехода в россии а проблеме свидетельства еще то что когда зимой значит увеличивается количество зимних переправ до трех с половиной тысяч возрастает а летом более свыше 250 образуется переправ но это опять-таки если нету таких потопов которые были допустим вот в нынешнем году вот но опять-таки проблема остается кроме того вот эти мосты которые были построены еще в 60-х 70-х годах не выдерживают вот это вот нагрузки нынешних современных грузовиков потому что грузоподъемность возросла увидеть когда на данном этапе что данный грузовик просто обвалил мост потому что он моего грузоподъемность была превышена допустим да так вот 2018 году в россии обрушилась более 100 мостов вы знаете у нас на немиге тоже было скажем так ситуация слава богу никто не не погиб никто не это сам то что ночью произошел обвал ну вот опять таки я говорю это связано с тем что нагрузок вообще автомобилей больше больше грузоподъемность больше значит получается нагрузка на как каждый квадратный метр и таким образом происходит вот обвал соответственно никто в 60-е 70-е годы не думал наверное когда строили мост построили ленточку перерезали поаплодировали вот но прошло 50 лет поэтому вот она начинает все это был бы лазить в амурской области 208 мостов находится в аварийном состоянии с учетом текущих темпов на их реконструкции понадобится около 50 лет то есть вот 50 лет прошло а теперь надо на реконструкцию 50 лет в татарстане 327 мостов признаны аварийными и планируется значит чтобы были привести в более к менее какой-то порядок необходимо три года как минимум понимаете только на бумаге три года да вот и потребуется там было в рублях но по нынешнему курсу это около 100 миллионов долларов вот тот же татарстан наверное это очень немаленькие деньги вот поэтому вот такое вот состояние понимаете вот ну почему я так и говорю я сам вспоминаю о чем говорил анатолий дарыч на вот этой конференции что да хоть тема была безракетное освоение космоса но все равно мы на этой конференции анатолий дарыч очень много уделил времени сит на вот этим вот проблемам поэтому вот эти вот статьи они вышли как раз аккурат вот данному данному событию вот ну вот предлагается действительно что строительное строительство новых современных мостов этот мозг как вы знаете он находится в мариной горке предоставлен пожалуйста вот находится вот такой вот вантовый мост и на 1 километр однополосной дороге которая в среднем стоит вот если строить вообще однополосную дорогу скажем тогда так вот это будет стоить 1 миллион нет не рублей то это я уже до дождите 1 миллион нет было 100 миллионов рублей то я хотел в доллары перевести потом до 1 миллион долларов будет стоить вот этот вот будут оцениваться уже допустим то участок моста такой же протяженности будет оцениваться 575 миллионов рублей либо в 5 миллионов долларов это я уже исправлял видите недоисправил потому что уже времени не было мне исправлять это я хотел вам перечитать на что мы больше понимаем в долларах значит здесь один миллион долларов получается один километр однополосной дороге а если такой же мост такой же участок моста то опять ну почти 6 миллионов долларов да вот чтобы понимали и конечно же вот этот поиск альтернативных решений позволяет обеспечить транспортную скажем так связанной страны и даст возможность жителям удаленных или разно разнобережных населенных пунктов вот избежать сезонной изоляции но это все говорится но вот анатолий дарыч и предлагает что все есть решение пожалуйста берите и делайте но пока еще чиновники думают ну вот мы как говорится знаем о том что и в ленинградской области планируется из москвы при же приезжают люди или приезжали чуть ранее да вот но опять таки как будет там дальше время ну скажем так будем ждать новостей вот дальше сказано о том что действительно вот эти вот маршрут по оптимальной траектории будет построен да то есть не надо будет где-то там искали где более узко либо где-то более там допустим мелко и так далее то есть наши дороги вот они могут находиться то есть расстояние между берегами даже может быть составлять до трех километров поэтому преодоление данной преграды пожалуйста понимаете что любая река ну относительно до которые вот большинство да то есть ними не беря большие волги не были небольшие такие как волга лена и так далее вот то данные реки конечно в три километра спокойно могут переходить вот благодаря таким вот замечательным скажем так строением до дальше значит интервалы тоже говорится о том что интервалы для юни мобилей регулируется зависимости от плотности пассажирского потока то есть если там допустим меньше людей в какой-то мне то пожалуйста меньшие кабинки либо меньше выходят на транспорт вот допустим 16 человек если там допустим идут уже сейчас пик пожалуйста увеличивается до 72 и так далее и увеличивается скорость да не так как у нас там целые поезда гоняю как я говорю что в час пик все равно стоишь в метро друг другу плотничком да а когда скажем так не час пик или там вообще день где-то то иногда заходишь в поезд и спокойно там допустим поезд перевозят ну скажем так в 10 раз меньше тех того значит пассажир потока который необходим для чтобы гонять этот поезд ну вот комплексы на счет юристы эксплуатируется в сложных погодных условиях не значит трассу устойчивы к снегопадам ливнем наводнениям вот и срок службы составляет 50 лет ну вот мы уже про 50 лет говорили но и опять-таки говорю подвижной состав 25 лет но опять-таки это совершенно новая технология и когда-то даже анатолий дарыч говорит что сто лет но сейчас снизили до 50 лет потому что наверное некоторых чиновников это даже где-то как и по и пугает чтобы вот ну знаете там не то что пугает а даже такая конкуренция состоится ненормальная поэтому вот снизили 50 лет да все 50 лет вот как как говорится на на все и другие дороги и мосты и так далее вот ну еще очень большая статья вышла как разгрузить дальневосточные порты на что способны комплексы юристы вы знаете что сейчас опять вернулась вот о том что действительно дальний восток очень богат природными ресурсами когда-то была построена банда байкала мужская магистраль и все вот это вот строилась она очень скажем так многое было людского людских ресурсов потрачен много сил и так далее вот но скажем так опять-таки пришло время что езди вечными злота и так далее вот тут в этой статье рассказано и показано как действительно какая большая альтернатива об этом и вернемся еще к разговору потому что этот разговор тоже был очень актуальный и обсуждался на конференции на безракетный вот освоение космоса который называл 6 конференции но там именно вопрос вот это тоже касался я вам чуть позже потом расскажу ну а теперь вернусь данной статье значит морские грузоперевозки осуществляется соблюдением графиков захода в порту да понятно что сроки нахождения судов и контейнеров в пути порту все время погрузки разгрузки тщательно рассчитываются однако простой вот увеличивается и я был удивлен таких цифр таким цифрам что допустим ну вот в крупнейший вот порт во владивостоке да значит на протяжении трех лет наблюдаются проблемы за загружить терминалов где вот это там будет написано что даже значит получается что железнодорожный транспорт до трех недель доходит вот это вот задержка да вот и с чем это связано связано это с тем что вот такая вот низ не справляется потому что не хватает вот этих вот контейнеров не хватает именно в три раза насколько я помню там будет дальше на слайд что не справляется именно железнодорожный транспорт несмотря на только вот сколько тут веток можно насчитать до более десяти да вот видите все стоят 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 и вроде бы все вот представляете и опять-таки это не справляется именно железнодорожный транспорт проблема портовую инфраструктуру давно широко обсуждается в россии вот но никак не могут они вот найти вот этот вот значит подход чтобы была портовая инфраструктура и значит совпадала железнодорожной дорогам нехватка новых постоянно причалов контейнеров контейнерных площадок контейнеров самих кранов вот и так далее вот особенно вы знаете после того как началась с во-то очень многие контейнеры были вообще изъяты то есть они скажем так это не принадлежали россии так далее поэтому это тоже проблема она еще больше усугубилась и самый серьезный вызов на фоне того что в россии в ближайшие годы рассчитывает нарастить опять-таки товарооборот с китаем до 200 миллиардов доллара до из турции до 100 миллиардов долларов и при этом вот я как говорил облюдается дефицит и в частности вот этот вот диссонанс происходит то что количество портовых терминалов может мощность 350 миллионов тонн да а при этом мощность железных дорог всего 100 миллионов то представляете в три с разы меньше и вот опять таки когда говорят о том что вот юницкого не пускают вот он конкурент где же тут конкурент когда тут сама уже железная дорога она ну никак не справляется понимаете ну никак вот и это это и другое и вот вы сами понимаете что вот посмотрите опять так я говорю мы уже с вами разбирали что в чем красота технологии юницкого там одна из что здесь до последней мили то есть не надо выгружать кранами с больших значит контейнеровозов на площадку потом это опять загружать опять такой то это вот получается очень много скажем так манкин скажем мартышкиного труда да вот то при этом получается что пускать не пускает но в три с половиной раза не справляется железная дорога не хватает мощности и проблема также получается если брать дороги для уже не железной дороги то опять таки получается строительство автомобильных дорог и прокладка и тех же железных дорог очень дорого дорогостоящие мероприятия и не потел и не всегда по силу бюджету и вот получается опять таки тут было написано причины допустим вот делали дорогу которая должна была пройти автодорога владивосток находка порт восточный и все это свернулась причина сложный рельеф и высокая стоимость работ 30 миллиардов российских рублей или 30 миллионов я уже вам перевел да на один километр пути вот и все и получается что все это скажем так что то сделали на самом деле вот она все остановилась да то есть не довели дома потому что все дорогу так вот за 30 миллионов долларов за километр ну вы понимаете что дороге юницкого они ну скажем так дешевле если даже брать там 10 миллионов это как минимум в три раза за дешевле хотя вот и опять таки уже не могу не сказать что выступал известный очень человека на конференцию он говорит ну сейчас увидите чуть ниже да он сказал что мы не говорите в три раза не говорите в 10 скажите на 20 процентов на 30 процентов дешевле вы понимаете как как вот это вот психологии потому что я говорю действительно иногда когда но если вы приходите допустим магазин видите допустим красивую обувь да и она ну образно говоря стоит 100 долларов вам году берите она стоит 10 долларов да ну все вы скажете что то не то либо кожа не то либо подделка либо еще очень-нибудь либо сейчас отвалится и так далее понимаете это психология работает так и у меня тоже друг мой когда-то приехал в москву и они в то время я не помню кажется вот samsung вот этот вот они привезли когда еще на samsung это сейчас известно наверное в 2002 году все-таки помните блесони panasonic вот это вот было там очень известной марки да и вот они привели samsung он говорит допустим телевизор плоский они поставили 500 долларов кажется люди не брали вот ну типа в наших 5 там у них видео вот эти вот не брали когда подняли полторы тысячи долларов сделали все расхватали эти скажем так телевизор это плоский телевизор это психологии потому что ну не может это так дешево стоит так вот поэтому сейчас я вам хочу сказать что действительно все равно дороге низкого будет дешевле пусть они стоят там будут на 20 на 30 процентов на масштабах страны допустим такой как россия это тоже огромные деньги поэтому это действительно психология как говорится через чиновников как вот объясняли и это надо скажем так оказывается этому нужно учиться и знать вот ну и вот показываю что действительно что проблема не только еще раз о том что это дорогие дороги да о том что допустим на на том же севере на дальнем востоке усложняется из-за того что сильный перепад температур от минус 45 до плюс 50 летом и во-вторых сложно слой вечной мерзлоты в итоге чего значит в городах летом получается начинает таять зимой получается лед начинает нарастать и происходит деформация дорожного полотна но тут объяснять нечего знаете что лед он замерзает начинает все раскалывать и так далее поэтому это мне кажется это просто вот закапывание денег действительно тут лучше построить один раз дорогу юницкого чем вот это вот всякий раз что-то пытаться тут перекрыть платать и так далее ну в общем такие дела поэтому действительно как мы говорим уже люди понимают но чиновники это другой скажем так класс людей которым нужно вот все по-другому объяснять и говорить ну вот ну а так понятно что использование значит дорог юницкого очень сильно улучшит до инфраструктуру кроме того я вот сейчас в этой статье прочел что оказывается в свои тоже буду сбивать использование называется свои замкнутого контура и получается что обеспечивает поступление в холода зимой еще больше да и что понижается значит отрицательная температура окружающих пунктов ибо и еще блокируется погружение тепла значит когда летом то есть получается сохраняется холод то есть там нету вот этих вот перепадов прям понимаете вот такой я не знаю как это работает но в этой статье это было написано таким образом можно получается предотвратить оттаивание вечно мир значит вот этих вот мерзлых грунтов контактирующих с фундаментом и получается и зимой и летом получается там где-то одна и та же температура поэтому не будет происходить вот этого вот растрески и так далее то есть вот такие даже вещи и юницкий string technologies решает как вести ну и понимаете что опоры вбить на расстоянии допустим там 200 500 метров тысячи метров до друг от друга это не то что проложить за дорогу и говорим и каждый метр надо чтобы она все этот не расходилась и вечно мерзлоте грунт не треслась а то есть это невозможно это очень очень будет нереально дорого а опоры вот эти вот точечная застройка как бы так постановка она уже найдено решение как вот сделать чтобы эти опоры тоже не скажем так грунта не не трескал не ломался и опора стояла вечно постоянно вот такие вот вещи вот ну и опять таки значит говорится о том что он так как прокладывается на высоте 6 метров как минимально да это используют в опять значит не зависит от рельефа местности да кроме того на скорость 150 километров в час но ни один транспорт не движется с такой скоростью тем более то видимость плохая то там замело дорогу то там еще что-то случилось тут потрескалась тогда то есть это вот решение да то есть соответственно это будет гораздо быстрее кроме того так как это беспилотные юни мобили они получаются не требуют значит небольшое количество сотрудников требуется но вы знаете операторы сидят и опять таки получается что подвижной состав значит выдерживают нагрузку до 250 метров в час это недавно такой вопрос задавали ну вот я вот тоже в этой статье написано что с боковой ветер пожалуйста 250 километров в час пожалуйста все это выдерживает и поэтому в условиях вот этого северного климата пожалуйста все это все рассчитаны все сделано вот такая вот у нас замечательная технология по портам так как там порт находка там и так далее должно было идти опять таки тоже решение потому что вы видели какие порты перегруженные там все это нужно уплотнять то тут пожалуйста там фарватер выкапывать и так далее все ну в условиях вечной метлоты то все очень очень все сложно сделать тут пожалуйста увеличивает скорость работы морского терминала вот по которой можно значит возводить на морском шельфе да не требует средства соответственно причальных стенок нет не нужно углублять но вот не нужно укреплять берег вот это позволяет не только комфортно значит швартоваться судам на любом расстоянии вы знаете там и 5 10 километров можно выйти по шельфу но и сохраняет прибрежную экосистему что конечно сейчас нельзя сказать о том когда это творится данным что сейчас происходит внедрение комплекса и и ст позволит значительно сократить затраты на развитие дорожной и порта и портовой инфраструктуру в условиях дальнего востока вот это опять таки предложение было сделано да вот но ждем как анатолий даржи говорит все решение есть да поэтому пожалуйста скажем так вот но это все было сказано на вот этой вот конференции да я очень рад что алексей нович предложил мне поехать на эту конференцию вот действительно мы считаете были так как мы спикеры с алексеем и конечно же нам было архиважно там побывать поэтому спасибо алексей большое за приглашение спасибо что ты скажем так смог организовать нашу поездку да и что мы были сильно там гуще всех событий и вот мы с алексеем присутствием вот это в два дня вот эти в субботу воскресенье на шестой международной научно-технической конференции безракетная индустриализация ближнего космоса проблемы идеи проекты мы с алексеем были два года назад там да вот когда еще моя сестра приезжала вот с германии который сейчас латинской америки очень сильно развивает тему струнного транспорта юницкого вот поэтому два года не получалось поехать да и вот сейчас мы съездили опять и были приятно удивлены потому что насколько сильно продвинулась скажем так вообще детально то есть если раньше было более масштабно все было сказано только как алексей сказал губ появилась глубина потому что во первых мы увидели очень много там разных отделов очень много молодых специалистов действительно такое ощущение что там вот ребята и девушки там которые практически чуть ли не закончили института ну вот она продажи где действительно очень много молодежи они взяли в свои ряды и действительно ну только даже гордиться тем что так молодежь вот активно работает потому что все много было выступающих и каждый рассказывал свою тему там ну начиная ну понимаете что в космосе необходимо чтобы была чистая вода до чтобы она там рассказывали чтобы было продукты питания подошли никто не собирается доводить продукты питания потому что на ойс 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 о т.с. это будет действительно все на месте производится до делать вот и было очень интересно слушать смотреть наблюдать вот но вот такой зал ну вы знаете этот шатер конечно погода там рвала и металла но мы в общем то не чувствовали да правда все таки со светом были проблемы то есть отключалась но практически это было ненадолго вот такой прекрасный был зал вот значит анатолий дарич конечно было с приветственным словом выступил вот и скажем так очень много чего говорил ну вот чтобы вы понимали он и сказал что у меня труд готов на 300 или 400 кажется он говорил страниц конечно я сейчас вам не буду это все зачитывать поэтому был показан вот такой видео доклад да вот и мир как инженерный проект он уже есть в ю тубе да вот поэтому если скажем так сейчас конечно мы его весь не не посмотрим но он 37 минут кажется насколько мне помнится да идет поэтому вы обязательно посмотрите да что тут разогнался там не что-то пишут вот но давайте потом немножко посмотрю значит мир как инженерный проект новый видео доклад анатолия эдуардович юницкого вот действительно он начинает рассказывать про скажем так текущие проблемы как есть и так далее самое главное это скажем так суть всего что действительно у нас получается либо мы погибнем как от того что вот скажем так вот то что сейчас вот мир и скажем так технологии да он губит природу либо природа сама вытолкнет это все да вот происходит катаклизмы происходит пожары происходит землетрясение происходит наводнение то есть земля тоже сопротивляется поэтому антолий дачи и говорит что самый главный путь это путь когда разделение исход исходит что земля для жизни а космос для индустрии вот это самый главный мотив который пытается донести до всего человечества и когда вот действительно обсуждали илона маска который там уже ну скажем так стал внедрять свои чипы да получается что дети забыли что такое бегать по траве что самый главный сейчас предмет это мобильный телефон то есть дети встают телефона то есть все встают с телефону просыпается в туалете с телефоном кушаю с телефоном ложатся спать с телефоном ночью с телефоном да то есть практически вот человек действительно вот Илон Маск на это намекает. Зачем держать в руках телефон, когда у вас уже будет все встроено, и вы можете себе экран перед глазами запускать. Поэтому это идет борьба за то, что человек остался бы человеком и жил как дитя природы, но при этом пользуется благами цивилизации. Либо действительно произойдет то, что произойдет конфликт природы и техногенных процессов. Очень интересный фильм. Я рекомендую вам его обязательно посмотреть. Ну вот мы с Алексеем, там был один шатер большой, второй шатер был представлен, там были различные выставки, можно было посмотреть много чего, потрогать, пощупать. Вот видите, такие вот вертолеты, скажем так, которые там от 7 килограмм поднимают и до 1000, до 1 тонны. То есть вы помните, что он придающий, говорит, что даже это все сделано уже, скажем, мы задавали вопросы в связи с тем, что сейчас нет вот этого вот, скажем так, импортных товаров. То есть все разрабатывается, скажем так, в UST. Представляете, вот парень, который нам рассказывал, это вот он дизайнер, он говорит, я дизайнер, а начинка все сейчас вот. Да, что-то, конечно, не буду, он говорит, обманывать, что-то берем с Китая, но стараемся все равно все делать сами. Ну вот помните, этот автомобиль тоже был представлен, он уже, кстати, с номерными знаками, да, и действительно, вот опять-таки, есть интересы к этому автомобилю, да, то есть, что, ну скажем так, люди, которые там были, и даже вот сейчас сестра моя задала вопрос, где что, как посмотреть, потому что очень много людей в Латинской Америке тоже нуждается в таких автомобилях. Поэтому я говорю, вот только фотографии уже с какой большой интерес. Вот, тут вот был Максим Гусев, это тоже человек, который ездил даже в Доминикану, вот, допустим, к Ольге моей, да, там он был в составе делегации, вот мы с ним, скажем так, повидались, поговорили немножко, он тоже перевел, передал, скажем так, Ольге моей сестре и сказал, что постоянно тоже на связи с ней находится. Там была его супруга, которая тоже сказала, что она уже не ревнует, потому что Ольга иногда в 2 часа ночи звонит Максиму и спрашивает какие-то там, допустим, технические какие-то вопросы. Ну, вот видите, сколько, вот как это интересно все происходит, что и КБ, вот, и люди, которые работают, скажем так, с инвесторами в поле, можно сказать, вот все такое сотрудничество и, конечно, очень добрая атмосфера была. Вот, ну вот, такого, скажем так, дрона, вертолета там не было, но это уже была дополненная виртуальная реальность, то есть, вот, представляете, этот парень, который там, говорит, я вам покажу вам в полном размере, становитесь, я там его выведу, ну, вы знаете, есть такая функция, есть дополненная реальность, есть такая уже программа, да, и вот, чтобы люди представляли, как это выглядит, вот, он мне нарисовал и говорит, видите вертолет, я говорю, не вижу, он говорит, тогда вы идите, смотрите теперь на фотографии, и вот мне такую фотографию тоже переслал, но, опять-таки, видите, даже не уместилось здесь, вот, чтобы вам показать в полной мере, то есть, надо было выходить туда на улицу, и, ну, там был, бушевал, скажем так, дождь и град, вот, но нас с Алексеем очень сильно впечатлило вот это вот VR-очки и симуляция, потому что там было представлено все, там было представлено ОТС, там было шесть локаций, когда там со стороны, когда ты в линейном городе находишься, когда ты находишься внутри станции, конечно, вот это вот, когда ты там летишь на этой станции, но я думаю, кто из вас, скажем так, уже бывал, то есть, пробовал эти VR-очки, конечно, они понимают, о чем я говорю, но тут был интерес в том, что действительно это очень и очень сильно завораживает, потому что ты, когда ты понимаешь, что такое струнный транспорт, и как это все, а тут одеваешь, и ты оказываешься внутри там, то есть, вот вообще ОТС, струнный транспорт, линейный город, там, ну, в общем-то, фантастика, это действительно крутишься, вертишься, и вот, скажем, все это видишь, голову поднимаешь, потом, когда мы уже тоже впечатление было, когда на ОТС поднялись, попускаешь голову, и вот под тобой вот эта вот земля, все это, ну, масштабы, конечно, впечатляли, то есть, я, в общем-то, два раза в один день пошел, потом в другой день пошел, опять, очень меня сильно впечатлило, и Алексей тоже, наверное, поделится своими эмоциями от вот этой вот VR-программы, вот, и вот, ну, также еще хочу сказать, что были различные макеты представлены, было много книг, Анатолий Эдуардович продавался, вот такие были, маечки были, вот, Алексей вот купил вот своим деткам таких вот человечков, значит, космических, да, вот, Юспейс, вот, такие вот, ну, было действительно очень интересно, интересно, здорово, знаете, как вот, и очень атмосферно, ну, не говоря о том, что уже была и кофе-пауза у нас были, очень вкусные, там были блюда, действительно, в общем, были все накормлены, напоены, и действительно, атмосфера была просто замечательная, вот, ну, и, скажем так, было очень много выступающих, но второй день, скажем так, все-таки, наверное, кто-то, кто все-таки как-то знаком, скажем так, с политикой, может быть, с экономикой, ну, должны знать такого, в общем-то, человека, как Михаил Хазин, Михаил Леонидович, вот, вообще, там, это российский экономист, аналитик, общественный, там, деятель, публицист, вот, значит, видите, статистик, блогер, телерадиоведущий, вот, и в чем, значит, почему он давал дельные советы, потому что он в свое время писал вот эти докладные записки президенту Ельцину, а потом писал президенту Путину записки, вот эти, да, и вот он говорит, что да, я сейчас, скажем так, не пишу, я там свободный сейчас, он, скажем так, фрилансер, блогер, у него есть свой блог, он называется, кажется, экономика по-русски, насколько я помню, если я сейчас не путаю, вот, и он очень интересный, конечно, он два часа, сначала он рассказывал какие-то определенные вещи, но, в принципе, люди из зала потом стали задавать вопрос, ну, почему есть такая технология, ну, почему вот России столько нужно, допустим, всего, или там почему-то, и вот он просто объяснял, как, как и что, что, что есть такой чиновник вообще, в общем понимании, очень было это интересно слушать, ну, как вам, я уже вам уже сказал, что не надо, когда есть очень хороший показатель, там, в десятки раз никогда не надо говорить, потом чиновник такой, человек, что действительно, он так честно и сказал, что никто не будет работать за бесплатно, давайте уже так говорить, да, вот, кроме того, если, скажем так, чиновник подходит, ну, скажем так, к какому-то министру, либо президенту и начинает ему очень активно рассказывать про что-то, будет вопрос, а как ты узнал, потому что чиновник, он знает, допустим, только какую-то одну, скажем так, вещь там, да, и если он начинает, допустим, рассказывать про тот же струнный транспорт, то тут уже возникает вопрос у президента, а как это он знает, а не, ну, к примеру, там, или там другая какая-то тема, понимаете, ну, в общем, такие вещи откровенные говорил, что мы даже с Алексеем Новомовичем даже переглядывались, потому что, во-первых, это шло в прямом эфире, и там были названы некоторые такие фамилии, которые сейчас есть, и он как-то не стесняясь это все говорил, вопрос только возникал о том, либо он так уже уверен вообще в своей, скажем так, безопасности, либо он действительно, ну, скажем так, может говорить как есть, и уже это все все знает и все понимает, то есть все взрослые люди. Вот, поэтому, ну, единственное, что могу вам сказать, что он уже, оказывается, занимался вопросами продвижения, то есть, как он не сказал, вопросов, а зондирования, продвижения нашего транспорта на, скажем так, на севере, и там были люди, которые тоже очень компетентны, то есть в команде, вот действительно, которые продвигают транспорт, скажем так, в России, и да, там были, просто произошла смена определенных кругов финансовых в связи с сферой последних событий, в связи со сменой там каких-то определенных политических структур и так далее, вот, и на что он сказал, что действительно, что раз так все здорово, что он, в общем-то, дал телефон своего секретаря, там, это человек присутствовал с ним, вот, и сказал, что хорошо, в общем-то, ну, вы знаете, я посмотрю, что действительно, что, как он сказал, очень интересную вещь такую, что меня лично впечатлило, что вы поймите, что когда вы, говорит, вы понимаете, это нужно, он говорит, я вам честно скажу, никто из чиновников не понимает, потому что они не инженеры, это вот о чем тоже Анатолий Дович в своем фильме говорит, что инженеры создают, а чиновники в силу того, в силу ограниченности определенных там ума, скажем так, либо от того, что они не получили то, что они хотят получить, допустим, денежное вознаграждение и так далее, они будут это ложить все под стол, поэтому это очень и очень сложная система, и я, например, хочу сказать, что это не только с Россией связано, это мы видим везде, в Индии произошло одно, там, в Латинской Америке, сейчас я знаю, как, допустим, Ольга моя, там, продвигается это все, поэтому, дорогие мои, действительно, железным дорогам тоже потребовалось перейти из гужевых повозок после того, как только царь Николай II, да, там, личные инвестиции внес, да, тогда начала строиться царская железная дорога, поэтому вот и все, вот весь ответ, понимаете, поэтому действительно дороги есть, но если вы хотите, стройте сами, да, а нет денег, тогда сидите и ждите, молчите. И вот, что я еще запомнил, что Михаил Хазин сказал, что дождитесь тогда, когда скажут, а что вы, Хазин, что у вас там есть на 20-30% лучше, и тогда вот это вот, самим ходить и стучаться лбом, это, скажем так, бесполезно, вот что самое интересное, поэтому нужно такой интерес, но такие люди, как Хазин, Михаил, это очень здорово, что он был, он был, кстати, и в Шарже, и сейчас вот он приезжал к нам сюда, очень интересный человек, и Алексей может похвалиться тем, что Алексей, оказывается, он его, скажем так, знает, тоже знал, и у него была книга Алексея, вот, и Алексей, даже Михаил Хазин подписал Алексею эту книгу, вот, поэтому вот Алексей нам тоже скажет свои впечатления чуть позже, давно уже, вот. Но в целом могу сказать, что Анатолий Дуарович был в большом, приподненном настроении, он, конечно, очень поблагодарил свою супругу и сказал, что это действительно тот тыл, который позволяет мне справляться со всеми вот этими невзгодами, да, и это было очень здорово, что это счастье, когда у тебя есть такой тыл, как там еще выразился такой, в общем, с тылом все в порядке, да. Дальше мы, конечно, вот такая вот фотография ему подарили, а эту фотографию мы все сделали накануне, вот, и вот эта фотография, вот видите, вот мы вот тут с Алексеем, вот мы тут стоим, вот я в синеньком пиджаке, Алексей в беленьком, да, и вот тут Анатолий Дуарович практически мы вот, вот это вот, ну, скажем так, это фотография, и все потом расписались, кто вот был. То есть тоже можно говорить, что это вошло в историю, юспейс такой, да. Вот, но в целом могу сказать, что впечатлений очень много, время, как всегда, немалимо летит, поэтому я приглашаю Алексея, вот, присоединиться к нашей беседе, дорогие мои, и кроме того сказать уже, пока Алексей выходит на связь, вот, что действительно Алексей уже буквально через день улетает в Шарджу на ВИП-клуб, и когда он вернется из Шарджа, уже мы будем слушать конференцию, то есть уже будем слушать его, именно впечатление уже, первое впечатление о его поездке вот уже будет в Шарджу. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, да, и снова здравствуйте. Да, ну, даст Бог, получится в этот раз, наконец-таки попасть, да, посмотреть все своими глазами, вот, так что, если все получится, то в следующем нашем встрече обсудим, как все прошло, вот. Ну и, да, тут кое-что я помечал, пока Олег рассказывает, вот, ну, тыл и опора, там, как, чтобы тыл был еще тылее, опора еще крепче, а тыл еще тылее, вот. Да, хорошие слова, да. Да, это когда Анатолий Дарович, да, Надежда Геннадьевна благодарил за, да, да, да. Вот, ну, я смотрю, здесь вот еще трогательное граждение супруги, да, да, очень трогательно, и там прям слезы накатывались, и Анатолий Дарович даже был момент, когда он, ну, прям не мог говорить, вот, особенно, то есть, и когда про свою родину рассказывал, малую родину, вот, и что сейчас вот Марина Горка стала для него таким вот, как вторая-вторая родина, вот, где он чувствует себя как дома, где он может быть босиком, да, походить босиком, пособирать грибы, там, ну, вот такой, на рыбалка, то есть, ну, именно как дом, то есть, Марина Горка стала для него вторым домом, вот, ну, и вот, в общем-то, так очень было сентиментально, вот, так что иногда хочется побурчать, что, может быть, надо было как-то быстрее, там, там, скорее бы наши дивиденды заработали, да, да, ну, когда вот посещаешь такие мероприятия, опять понимаешь, какой масштаб, какая глубина, вот, ну, и все, скажи про Хазина еще скажи все-таки твое мнение. Хазина, какое, о чем, что? Ну, как вообще, ты же тоже сын? Хазин, 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 я Хазин, красавчик, все тут, экономист, очень, вот, я как раз-таки еще, да, еще интересный случай был с книгой, то есть, я, в общем-то, Хазина знаю довольно давно, вот, ну, мне лет пять точно, это минимум, вот, ну, и периодически слушают, там, его эти выступления, вот, а тут буквально три недели назад подписался на его телеграм-канал, вот, начал слушать его, там, разные, там, эти выступления, и он, сколько у нас, еще пять минут, ну, постоянно говорю, вот, у меня там книга, вот, у меня там книга, там, такая книга, всякая книга, ну, думаю, дай куплю, почитай хоть, ну, его уже не, почитаю, пообщаюсь с автором через книгу, вот, ну, и заказал на Вайлдбрис буквально три недели назад книжку, вот, ну, и начал читать, вот, а потом выходит анонс у нас на наших каналах, что будет конференция, вот, мы там договорились, что, да, нас возьмут на конференцию, смотрю в программке, а в программке висит Хазин, я думаю, о, класс, то есть я только купил книжку, и тут уже, вот, есть возможность не только через книгу пообщаться, но еще и вживую, вот, так что очень интересное совпадение, вот, но еще интересное, да, еще интересный момент, да, ты взял визитку эту, да, пока я читал эту книгу, я, у меня в тубочке валялись визитки, вот, и визитка как раз оказалась акварель, то есть у меня в книге Хазина была закладка в виде визитки акварель, вот, ну, и все сошлось, то есть Хазин приехал в акварель, вот, у меня книга с визиткой акварель, и Хазин приехал акварель, так что, вот, такой, ты покалёвки расписался, у меня не оказалось, фотография нет, у тебя книги, есть, есть, вот, вот она, так, вот книга, открывай там, вот, что он расписался, подпись, да, да, все, а вот, да, как раз-таки, акварель, закладочка, вот, так что, все, в общем-то, называется материализация мыслей, Хазин? Да, это вот очень важно, да, почему я так, мы с Лешей тоже, как говорится, читаем Джона Кеха, Джо Диспенза, если кто-то, мы знаем, да, вот там Алексей, кстати, Суходоев присутствовал, мы эту тоже тему проговорили, в свое время, это, наверное, года два назад, Алексей Суходоев тоже подарил книгу Джо Диспенза, когда мы ездили, да, вот, первый тур, золотой тур в Анатолию Эдуардовичу, вот, поэтому я вам хочу сказать, что вот мысли материализуются, они осуществляются, поэтому сейчас вот я вам тоже хочу сказать, что думайте о том, что вы хотите получить, увидеть, да, и не тратя свою энергию, помните, с вами мы разбирали вот это вот, человека, как батарейка, да, не тратить нельзя свою энергию на то, что там, что-то, на страхе, какие-то сомнения и так далее, и вот только тогда вы будете получать то, что вы хотите, вот, и вот, Алексей, вот с этой вот закладкой акварели, которая лежала в книге Хазина, вот никто не мог подумать, что вот так оно и получится, действительно, я тоже очень... Да, спустя три недели я его увижу в акварели вживую, да, Хазина. Да, 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 очень здорово, поэтому, ну, Алексей, я еще раз выражаю тебе огромную благодарность за то, что ты действительно смог организовать эту встречу, мы действительно два дня провели просто, они пролетели такие насыщенные два дня, вот, я сегодня готовился еще, у меня вот это все, я никак не мог подготовиться, потому что, наверное, очень много эмоций еще, вот, они еще не улеглись просто, да, я отдыхал, да, у меня была возможность отдохнуть, а ты видишь, да, тебе пришлось немножко, да. Да, поэтому, друзья, очень рад вас всех видеть, кто присутствовал сегодня, да, спасибо вам огромное, вот, мы сейчас запускаем Алексея, скажем так, в интересную поездку, вот, вот, так что ждем, Леш, тебя, ну, тебе от всех нас удачи, да, супруга, вот, чтобы вам хорошо поездка взошла, да, чтобы вы там много чего повидали, новые впечатления, да, там, я думаю, что по приезде у нас тоже с тобой есть большие планы, ну, а ты, конечно же, расскажешь о своей поездке тоже, в общем, все, все очень еще интересно, так что не пропустите через две недели встречу с Алексеем, да, такой анонс уже сразу говорю, вот, приглашайте людей, потому что я думаю, что будет очень много интересного, и, возможно, еще какие-то будут события еще, которые произойдут, которые мы тоже вот ждем, вот. Тут уже, Олег, минутка остается, там еще Денис спрашивал про Гумус, ну, про Гумус есть в кабинете информации много, вот, ну, и у нас еще была предыдущая встреча, тоже, по-моему, запись можно поискать, вот, ну, или пообщаться можно вживую, может быть, тоже расскажу отдельно, вот, ну, в общем, как-то так, вот, до встречи через две недели, вот, все, всем, спасибо огромное, спасибо, Валентина, да, спасибо, спасибо, пока-пока, да, все.